Я постараюсь ответить на твои вопросы, прошу. Хорошо, спасибо. Основной вопрос, который меня больше всего беспокоит... На самом деле, у меня есть много вопросов. Я пыталась читать Коран, но я не прочитала много от него. Но я прочитала несколько стихов, и я не совсем согласна с ними. Хорошо? Так что, прежде всего... Могу я задать тебе вопрос, прежде чем ты сделаешь это? Ты сама религиозна? Ты веришь в Творца? Да, я верю в Творца. Хорошо. Ты христианка? Агностик. Ты не христианка, ты агностик. Нет-нет, я не христианка на самом деле. Ладно, откуда ты родом? Из Туниса. О, из Туниса. Да, я так и подумал. Так что теперь это имеет смысл. Да. Потому что то, как ты сказал слово «Коран», я понял, что ты говоришь по-арабски. Да, я говорю по-арабски. Это то, о чем я подумал. Я знаю, я знаю. Ладно. Расскажи мне о твоей проблеме с Кораном. Прошу. Моя проблема в том, что если у нас нет свободы воли, и все предопределено... Хорошо. Тогда почему кто-то из нас будет гореть в аду, а кто-то попадет в рай? Если мы все... Если мы родились, и Бог уже знает, кто будет гореть в аду, а кто попадет в рай, в чем смысл жизни? Разве это не похоже просто на обессмысленную игру? Хорошо. Хорошо. Я хотел бы задать тебе вопрос. Где Коран говорит, что у нас нет свободы воли? Я имею в виду, он говорит, что все предопределено. Он говорит, что все большие шаги в твоей жизни уже предопределены для тебя. Например, он говорит... Да-да, я согласен. Я согласен, что он действительно говорит, что вещи предопределены. Это правда. Но он не говорит, что у тебя нет воли выбирать, что является предположением твоего вопроса. Перед тобой есть Коран? Нет, но... Но у меня есть копия. То есть, у тебя есть копия? Да. Я хочу дать тебе один стих для чтения, чтобы ты поняла немного больше, хорошо? Так что, ты можешь открыть 16-ю главу Корана, стих 106, если ты можешь найти? Я открою на своем смартфоне. Хорошо. Глава 16 Корана. Или давай начнем со 105-го. Со 105-го, а затем продолжим. Стих 105? Да. Ты говоришь по-арабски, так что это должно быть проще, не так ли? Я довольно плохо понимаю, так что мне нравится читать на арабском, а затем я перевожу их на английский, а затем перевожу их на арабский, чтобы понять смысл. Тебе не нужно переводить это, но важно понять. Это важнее, хорошо? Сура Аль-Нахль? Да. Мне прочитать на арабском или на английском? Ты хорошо читаешь Коран или... Эмм, нет. Хорошо. Я прочитаю его на английском. Хорошо, прочитай его на английском. Это нормально, хорошо. Так что там написано. Воистину, ложь измышляют те, которые не веруют в знамение Аллаха. Они и есть лжецы. Ладно, следующий аят. Следующий. Ладно, теперь всё это на арабском. Хорошо, всё в порядке. Там говорится... Правильно? Это то, что там говорится. Да. Затем аят начинает говорить о том, кто не уверовал в Аллаха, и исключает того, кого заставили не верить в Аллаха. А в следующем аяте говорится... Так что этот стих говорит здесь о наставлении. Хидая. Правильно? Да. Ты сказала, что всё это предопределено и тому подобное. Аллах говорит, что Аллах не наставляет на прямой путь тех, кто предпочли мирскую жизнь в последней жизни. Кому приписываются действия в этом аяте? Они приписываются к Аллаху или приписываются к людям? Да, они приписываются к людям, но... Хорошо, прежде чем ты скажешь «но». Подожди, прежде «но». Я хочу прояснить этот момент. Здесь Аллах приписывает любовь к этой мирской жизни, а не к загробной жизни, к людям. Поэтому Аллах говорит, что это решение, которое они сами приняли. Если бы было так, что Аллах заставил их сделать это, для Аллаха не имело бы никакого смысла приписывать это действие им, потому что они не выбирали. Поэтому тот факт, что Аллах приписывает этот выбор им, а затем Он говорит, что Он не ведёт прямым путём неверующих людей, доказывает, что они сами выбрали. И причина, по которой Он не ведёт этих людей прямым путём, потому что они выбрали неверие и предпочли эту мирскую жизнь на последнюю. А затем, если ты перейдёшь к следующему стиху, там ещё больше прояснения. Там говорится «Уля и каллязина таба Аллаху аля кулубиим». Там говорится, что те, кто выбирают эту жизнь, предпочитая её загробной, это те, кому Аллах запечатал их сердца, слух и зрения. И они и есть беспечные невежды. Извини. Почему Он это делает? Я имею в виду, почему Бог не поможет им выбрать? Для начала Аллах не вводит их в заблуждение, пока они сами не выберут заблуждение, хорошо? Если, например, ты перейдёшь к суре Ассов, 5 аят, Аллах говорит Вот Моисей сказал своему народу «О мой народ, почему вы причиняете мне страдания, зная, что я послан к вам Аллахом?» Поэтому сначала он устанавливает, что они знают, что он посланник Бога. Дело было не в том, что они не знали, кто этот человек. Поэтому они пошли против него, даже зная, что он посланник Бога. А затем Аллах говорит Когда они выбрали заблуждение, когда они уклонились, уже тогда Аллах завратил их сердца. Поэтому действия Аллаха, когда Он вводит в заблуждение или предопределение, это всегда следует за выбором человека, хорошо? Так что они связаны. Хорошо. Если ты выберешь заблуждение, то Аллах введёт тебя в заблуждение. Если ты предпочтёшь эту мерзкую жизнь вместо загробной жизни, тогда Аллах завратит твоё сердце. Так что всё возвращается к твоему выбору. Когда они уклонились, Аллах уклонил их сердца. Аллах не вводит в заблуждение того, кто не заслуживает этого. Аллах говорит в Коране Аллах не делает несправедливость даже с весом атома. Так что это ответ на твой вопрос. У тебя было предположение, что Аллах принуждает людей к заблуждению. Но Коран противоречит твоему предположению. Потому что он ясно говорит, что Аллах даёт шанс людям. И что люди сами выбирают заблуждение. А после того, как они выбирают заблуждение, Аллах запечатывает их сердца. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Честно говоря, я всё ещё не понимаю. Потому что из того, что я знаю, Бог уже знает, за кого ты выйдешь замуж, какую карьеру ты выберешь, как ты умрёшь. Всё верно. И как мы всё оставим? Всё верно. И что ты будешь делать? Так почему это так? Единственное, что тебе остаётся, это то, где ты веришь или нет. Нет, но Бог также знает, уверуешь ты или нет. Да, точно, Он знает. Хорошо. Так что это не исключение. Тогда это просто игра. Этот мир просто игра. Нет, нет, нет. То, что ты упускаешь, это следующее. Ведь ты не знаешь, что с тобой произойдёт. Нет. Но это главное. Это самое главное. Потому что ты не знаешь. И когда ты делаешь определённый поступок, ты основываешься на собственном суждении с ограниченными знаниями, которые у тебя есть правильно. Поэтому ты основываешься на своих ограниченных знаниях. Поэтому ты делаешь свободный выбор. Потому что ты не знаешь, что произойдёт в будущем. Аллах знает. Но знание Аллаха для тебя не имеет значения. Потому что не Аллах делает выбор за тебя. А ты сама делаешь выбор. Поэтому, знает Аллах или нет, это не меняет того факта, что ты не знаешь. И потому что ты не знаешь, и когда ты делаешь выбор в данный момент, это полностью твой свободный выбор в этом смысле. Хорошо, я вижу, откуда ты исходишь. Да, это то, что Аллах сказал в Коране. Многобожники пытались использовать оправдание. Они говорили, если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы со товарищей. Они говорили, Если бы Аллах пожелал, мы бы не приобщались со товарищей. Тогда Аллах сказал им, Аллах говорит им, У вас есть доказательства или знания того, то есть, что это не ваш выбор? Могли бы вы показать нам доказательства того, что Аллах сказал вам, что вы заблуждаетесь? Нет, у вас нет доказательств этого утверждения, которое вы сделали. Но они сами выбрали это заблуждение. Потому что ты не знаешь, где ты окажешься. Поэтому выбор, который ты делаешь, полностью основан на твоем выборе. И он не имеет ничего общего с тем, что знает Бог. Да, это правда. Хорошо. Так что мой следующий вопрос. Бог создал ад, чтобы заполнить его неверующими, правильно? Это немного странно, как бы сказать... Нет, Бог создал ад не по этой причине. Нет. Он говорит, в тот день мы скажем Гиенне, заполнилась ли ты, и она скажет, нет ли добавки. Хорошо. Этот аят... Это ответ на вопрос, который будет в будущем. Но где здесь Аллах сказал, что я создал ад, чтобы заполнить его неверующими? Это то, что ты пыталась сказать, верно? Аллах не говорит этого. Здесь Аллах говорит о факте, что Он спросит Гиенну в судный день, ты полна или нет. И тогда Гиенна скажет, есть ли еще люди, которые будут отправлены в адский огонь? Но вопрос, почему Аллах создал адский огонь? Он создал адский огонь для людей, которые решат отправиться в адский огонь из-за своего неверия в Аллаха. Поэтому Аллах не создавал адский огонь, чтобы заставить некоторых людей зайти в него. Нет. Аллах создал адский огонь для людей, которые заслуживают наказания. Для людей, которые были несправедливы в этой жизни. Для людей, которые причиняют зло другим людям. Для людей, которые, возможно, смогут избежать справедливой кары в этой жизни. Так что адский огонь уравновешивает эту возможность. Так что эти люди будут наказаны за то, что они сделали в этой жизни. Например, мы видим злых людей, которые идут в парки, а потом совершают эти ужасные преступления в отношении маленьких детей. И никто не может поймать их за всю жизнь. Куда, по-твоему, они должны попасть? Я полностью согласен, что эти люди должны отправиться в ад. Но я всё ещё думаю, почему люди, которые просто живут своей жизнью, никому не причинают вреда, ну да, употребляют алкоголь время от времени, но почему они должны быть в аду? Хорошо, теперь это другой вопрос. Ладно, но для начала давай согласимся, что мы ответили на вопрос о ваде, что он был создан для людей, которые совершают зло, хорошо? И сейчас, что насчёт людей, которые бьют алкоголь и тому подобное? Во-первых, ты не попадёшь в вечный ад за употребление алкоголя. Но разве это не один из семи самых запрещённых вещей? Да, это грех, это грех. Но Аллах не говорит, что ты отправишься в ад на вечное за употребление алкоголя. Единственный грех, который удерживает кого-то в вечном аду, это неверие в Аллаха или приравнивание к нему со товарищей. Куфор и Ширк — это два единственных греха, которые оставят тебя в вечном аду. Почему? Потому что они отвергли Создателя Вселенной. Они отрицают того, кто создал их, кто дал им все блага, которые у них есть, кто дал им всё, что вокруг них, кто обеспечивает их ежедневно, даже если они не верят в Него, кто буквально тот, кто позволил им дышать воздухом. И когда они ложатся спать, их сердце продолжает биться, потому что Он создал для них сердце и зрение, и разум, которым они выбирают ослушаться Его, или отрицать Его существование. И именно эти люди, которые останутся в вечной свадском огне, потому что они совершили величайший грех, который состоит в том, что они полностью отрицают существование Творца, как будто его нет. И всё равно Аллах оставил их в этой жизни. И пока они не умрут, у них есть шанс вернуться. Поняла. Так что употребление алкоголя — это грех. Но есть покаяние. Если ты не покаешься в этой жизни, то, возможно, ты будешь наказан какое-то время. Но ты не будешь наказан навсегда в адском огне. Единственный грех, из-за которого ты будешь наказан вечно в адском огне, это куфр и ширк. Хорошо, спасибо. Также я написал в комментариях несколько аятов из Корана, о которых я хотела бы спросить. Хорошо. Я знаю их, но давай спрашивай. Можешь начать с 4 главы. Ты хотела начать с 4 главы? Я не знаю конкретно главу. Хорошо, скажи аят. Эта сура называется Мазмаль, аят 31. Муззаммиль. Да, Муззаммиль. Я же говорил, у меня очень плохой арабский. Нет, поэтому я спросил тебя вначале. Прошу. Хорошо. Так что... Так Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Этот аят не имеет отношения к наказанию. Да, не имеет. Подожди. Хорошо. И следующее было... Этот аят о наставлении и заблуждении. Мы уже разобрались с этой темой. Да, мы уже разобрали это. Хорошо, вот это. Аллах говорит, я брошу его в преисподнюю. Откуда ты мог знать, что такое преисподняя? Да, это сура Муддассер. Она не щадит и не оставляет. Да, она не щадит и не оставляет. Она сжигает кожу и ангелов на дней 19. Да, да. Это то, что я хотела спросить. Хорошо. Кто этот человек, о котором Аллах сказал, что он бросит его в преисподнюю? Ну, это неверующие, очевидно. Нет-нет, это сказано о конкретном человеке. Я не знаю. Да, поэтому ты не можешь вырывать Коран из контекста. Да. Аллах, азиа ва чаль, говорит о конкретном человеке, который после того, как он узнал, что пророк Мухаммед, мир ему, является посланником Аллаха, и узнал, что Коран это истина, он выбрал неверие, и он выбрал неповиновение Аллаху. Если ты начнешь читать сурму Муддассер с самого начала, ты увидишь, что Аллах говорит о конкретном человеке. Хорошо. Я прочитаю с самого начала, чтобы было понятно, кто этот человек. Итак, он говорит. «Аставь меня с тем, кого я сотворил одиноким, даровал ему большое богатство и сыновей, которые находились рядом с ним, и распасер перед ним этот мир полностью. После всего этого он желает, чтобы я добавил ему. Но нет, он упрямо отрицает наши знамения. Я возложу на него подъем, то есть на Адскую гору». Он подумал и рассчитал. Да сгинет он, как он рассчитал. Да сгинет он еще раз, как он рассчитал. Затем он задумался. Затем он нахмурился и насупился. Затем он повернулся спиной и возгорделся. Так что все это время Аллах говорил о конкретном человеке, которого, кстати, звали и Валиду гнум-Айра. Так что этот аят был неспослан конкретно об этом человеке, поэтому ты не можешь полностью применить его каждому неверующему. Да, хорошо. Что еще? И еще я хотела бы сказать, что я смотрела видео одного партня, я не знаю, знаешь ли ты его, он египтянин, который снимает видео о том, почему ислам не является истиной, и почему пророк не... Я не знаю его имя. На самом деле таких, как он, много. Да, на самом деле, раньше у меня не было столько сомнений. Но с тех пор, как я начала смотреть его видео, они появились. Хорошо. На самом деле, об этих стихах я узнал из его видео. Знаешь, о женщинах, которые изменяют своим мужьям, что они должны быть как бы избиты и оставлены дома. И поэтому Бог... Нет, стих не говорит об этом. И что это решение? Он не говорит этого. Нет, он говорит, он говорит. Смотри, сестра, смотри, давай начнем понемногу, а затем разберем эту тему, которую ты хочешь. Давай сначала отметим, что мы разобрались с вопросами, которые ты задала ранее. Да, поэтому я спрашиваю. Ты согласна? Да. Я лишь удостоверяюсь, что ты удовлетворена ответами. Хорошо. Теперь перейдем к теме женщин. Я знаю, где находится этот аят. Этот стих находится в 4 главе Корана, стих 34. Хорошо, иди туда, и ты найдешь стих. Я могу наизусть рассказать тебе этот стих от начала до конца. Поэтому я говорю тебе, что это не так, как ты сказала. Это то, что я утверждаю. Этот аят говорит, что... Так что Аллах устанавливает здесь что-то, что называется «кавама». Что мужчина имеет лидерство в отношениях в структуре семьи. В традиционной семейной структуре из мужчины и женщины кто-то должен быть ответственный, либо мужчина, либо женщина. Ислам возлагает ответственность за семью на мужчину по двум причинам. Во-первых, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, то есть женщинами. Например, Аллах дал мужчинам большую физическую силу и защитную природу. И тот факт, что они не проходят через именструацию, что может повлиять на их суждение или эмоции. Все эти типы вещей. Ты можешь открыть тафсир этого аята, и ты увидишь, что он объясняет это. Так что это первая причина. И вторая причина, он говорит «Вабима аэнфакумин амуалихим». И потому что они расходуют и своего имущества для своих женщин. Потому что в исламских отношениях мужчина – это тот, кто расходует. Я уверен, ты уже знаешь это очень хорошо. Мужчина – тот, кто обеспечивает. Он платит маэр, он предоставляет жилье, он обеспечивает все с финансовой стороны. Итак, у него есть эта ответственность. И естественно, когда у тебя есть ответственность, это равнозначно власти. Потому что если у тебя есть ответственность без власти, это и есть рабство. Ты возлагаешь ответственность на раба, и у него нет власти. Это и есть рабство. Поэтому если есть ответственность, должна быть власть равная этой ответственности. Итак, это начало этого аята, хорошо? А затем Аллах говорит, «Вассоли хаяту каанитату хафизату лилгайби бимма хафизу Аллах». Поэтому Аллах говорит, что праведные женщины, которые близки к Дворцу Аллаху, которые подчиняются Аллаху, хафизот, которые хранят то, что положено хранить в отсутствии мужа, да, поэтому сначала Аллах привел пример праведной женщины. Так что до сих пор у нас нет проблем. Да. А далее Аллах говорит о непослушных женщинах. «Валля ти тахофу на нушу за гунна». Так что теперь Аллах говорит применять конкретные шаги к определенному типу женщин. Во-первых, этот стих в Коране не говорит о всех женщинах. Он говорит о женщине, которая создает проблемы и становится непослушной в вещах, которые являются правами мужа. Поэтому в исламе есть права мужа. Поэтому у женщины есть определенные обязанности, которые она должна выполнять по отношению к мужу. И у мужа есть определенные обязанности, которые он должен выполнять по отношению к жене. Поэтому они оба могут ослушаться в этом смысле. Да. Аллах в той же суре Корана говорит также о мужчине, что он тоже может не исполнять свои обязанности, подобные той женщине. Так что это не только женщина. Поэтому мужчина может не исполнять свои обязанности, и женщина может не исполнять свои обязанности. Так что Аллах дает метод, как справляться с непослушными женщинами. Что Аллах говорит в первую очередь? Он говорит «фа айзу хунна». Что это значит? Это значит «увещевайте их» или «делайте замечания», правильно? «И говорите с ними хорошим образом и наставляйте их». Аллах использует здесь предлог «фа», а «фа» используется для этапности. Так что эти вещи должны быть сделаны поэтапно. Ты не можешь переходить к третьему шагу и до второго шага. И ты не можешь перейти ко второму шагу и до первого шага, правильно? Да. Коран на арабском языке. И ты должна знать, что на арабском языке есть что-то, что называется «тартиб» — этапность. И эти буквы в арабском языке имеют значение. Коран ничего не говорит без пользы, правильно? Так что первое, что он говорит — «увещевайте». Поставил ли Аллах какие-либо временные ограничения для этого этапа? Говорил ли Аллах «увещевайте их одну неделю» или «один месяц»? Нет. Хорошо. Аллах говорит «увещевайте их». И он оставляет этот период открытым. Что означает, что ты можешь увещевать их до тех пор, пока не убедишься, что увещевание больше не работает. И тогда ты можешь переходить к следующему шагу. Все знают свой шум. И ты понимаешь, когда она больше не заботится о том, что ты говоришь. И тогда ты переходишь ко второму шагу. Хорошо? Вы их оставляете. Извини. Вы оставляете их дома. Нет-нет. Это означает, что вы оба будете спать в одной постели. Но ты не будешь вступать в половой связь с ней. Хорошо? Ты избегаешь ее на супружеском ложе. То есть, ты не будешь иметь половую близость с этой женщиной. И это может оказать психологическое воздействие на женщину. Потому что тогда женщина чувствует, что она некрасивая и она нежеланна. Он буквально рядом с ней, но он даже не общается с ней. Хорошо? Так что это тоже форма наказания. Извини. Да, продолжай. Я слушаю. Я просто объясняю тебе стих. А затем последнее, что говорит аят «Уад рыбу гунна». И побивайте их. Это часть, про которую говорил тот парень, правильно? Да. А затем Аллах говорит «Если же они будут покорны вам, то не ищите пути против них». Воистину, Аллах возвышенный большой. И Аллах заканчивает аят, говоря «Воистину, Аллах возвышенный большой». Это означает, если она подчинилась и перестала быть небослушной, теперь ты должен помнить, что Аллах находится над вами. И Аллах сильнее вас. И если она перестала быть небослушной, ты должен остановиться, поскольку Аллах приказал тебе остановиться. И это слово «Уад рыбу гунна» на арабском языке «дараба» не обязательно означает то, что ты думаешь. То есть жестокое физическое избиение. Хорошо? Слово «дараба» на арабском языке. Если ты хочешь исследовать это, знаешь, как пророк Мухаммед Мир ему сказал нам делать тайамум? Ты знаешь, как делать тайамум? Да, как ты делаешь тайамум, ты знаешь? Да, это делают с камнем из-за… Да, ты делаешь это с поверхностью. Но как ты делаешь тайамум? Ты можешь продемонстрировать, как именно? Так же, как омовение, правильно? Нет, абсолютно нет. Ты протираешь только руки и лицо. Нет, только руки и лицо. Хорошо. Так что ты делаешь? Ты делаешь вот так, правильно? Ты делаешь вот так, буквально вот так. Ты протираешь руки, а затем лицо. Так что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «дороба» в этом хадисе. Разве мы должны бить землю или камень таким образом? Или мы просто делаем вот так? Да, мы просто делаем вот так. Мы прикасаемся к поверхности. Так что слово «дороба» в арабском языке имеет разные уровни. Это то, что я пытаюсь объяснить тебе правильно. Так что ты не можешь доводить это до крайности без доказательств. Особенно, когда пророк, алейхиссалату вассалям, прямо сказал Это удар, который не должен оставлять синяков или ломать кости, или нанести серьезный ущерб этой женщине. Так что тебе не дозволено делать что-либо из этого. И Абдуллах ибн Аббаса спросили, что означает «дорбан хайра мубарих». Он сказал, это мисвак, который мы используем для чистки своих зубов. Так что это в точности, как эта ручка. Так что Абдуллах ибн Аббас говорит, что можно ударить чем-то вроде этого. Это и есть значение этого хадиса. Хорошо? Так что это форма физического воспитания, которая не может дойти до крайности, оставить следы, ломать кости и так далее. Или что-то в этом роде. Так что то, как ты изложил этот стих, полностью вырвано из контекста. Потому что ты должна сначала посмотреть на все эти вещи. Во-первых, это не обо всех типах женщин. Это только о женщинах, которые не дают мужьям их права. Хорошо? И это выбор мужчины. Он может сделать это и может не делать. Если не хочешь делать, все в порядке. Поэтому, во-первых, речь идет не обо всех женщинах, а об определенном типе женщин. И во-вторых, ты должен пройти через этапы. Первый, второй, третий. И в-третьих, то, что ты называешь дараба, имеет большие ограничения. Ты не можешь ударить по лицу и не можешь оставить синяков, не можешь ломать кости. Так что это не избиение, как ты сказала. Как это делают немусульмане здесь на Западе. Когда они пьют алкоголь и Манчестер Юнайтед проигрывает матч. Это не так. Это не то, о чем говорит Коран. Хорошо? Да. И также Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, что пророк Мирьяму никогда в жизни не бил своих жен. Да. И также она передала, что пророк Мирьяму сказал, лучшие из вас – это лучшие к своим семьям. Имам Аш-Шафи'а сказал, что лучшие из вас – это те, кто вообще никогда не бьются их жен. И даже этот последний вариант – Аллах дает тебе выбор, делать это или нет. Это вариант только для некоторых людей. И Аллах наложил ограничения для мужчин, что они не могут заходить далеко и делать что-то экстремальное. Да, говори. Но Он оставил им возможность делать это. Делать что? Бить женщин. Нет-нет. Опять же, я не согласен с этим термином. Я бы сказал дисциплинировать. Я бы не использовал термин «бить», потому что «бить» в английском языке подразумевает очень сильную боль, которую этот стих не включает. Хорошо, я не знаю. Но все равно, пощечина – это определенный физический вред. Но пощечина неприемлема, потому что пророк, да богословит его Аллах и приветцу, и сказал, «Но это все еще форма физического насилия». Я отвечаю тебе, пощечина недозволена в исламе, потому что пророк Мирьяму запретил бить по лицу. Но все еще он дозволяет физическое насилие. Я не знаю. Слушай, это не физическое насилие. Ты пытаешься интерпретировать стих под свои убеждения. Ты говоришь, что доробо имеет уровни. Но как бы доробо – это просто бить. Нет, нет. Хорошо, давай поймем несколько вещей. Хорошо? Все, что я сказал тебе прямо сейчас, находится в Тафсирах. Тафсира Тобари, к примеру, он умер в 310 году по Хиджре, примерно 1100 лет назад. Он сказал то же самое, что и я. Так что это не имеет ничего общего с моими убеждениями. И в то время не было феминизма. Поэтому они не беспокоились о том, что они говорили правильно. Они говорили четко и ясно, каково было учение. Они ни о чем не лгали, а ясно передавали то, что говорит ислам. Так что открой это в Тафсирах Тобари, и ты увидишь именно то, что я сказал. И тот, кто сказал, что есть ограничения у дороба – это не я, а пророк, алейхиссалату вассалям. Да, он сказал, что ты не можешь бить. Он сказал «дорбан хайру мабарих». Так что это не я. Так говорит хадис. Так что это не я, как ты сказал, добавляя объяснение. Но это пророк, алейхиссалату вассалям, прямо говорит тебе, что тебе дозволено делать, а что нет. И наступает момент, когда мужчина должен использовать уровень физической дисциплины со своей женой. Что, если твоя жена начнет бить тебя? А что, если она начнет причинять тебе вред? Что, если твоя жена начнет проклинать тебя и проявлять неуважение к тебе во всех формах? И Аллах говорит в следующем стихе. Тогда стих должен был сказать, что ты должен дисциплинировать ее, разве не так? Или бей ее, если она бьет тебя, правильно? Нет-нет, я привожу тебе определенную ситуацию. Я говорю, если в конце концов ничего не работает с женщиной, это означает, что она больше не смотрит на тебя, как на мужчину, поэтому ты можешь применить форму физической дисциплины. Чтобы показать, что ты действительно серьезен, но с условиями, которые ставит ислам. Это то, с чем у нас нет проблем. Мы полностью согласны, как мусульмане. Аллах говорит в следующем стихе что-то очень важное. Он говорит, возможно, все это не сработает. Аллах говорит после этого, если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им. Аллах говорит, что если вы достигнете этой стадии, если уже это не работает... Да-да. Даже если я применил какую-то степень физической дисциплины, тогда Аллах говорит, что разводитесь. Но суть в том, что рационально неправильно во всем, что я сказал. Хорошо, позволь мне задать тебе вопрос как человеку, который не следует религии. Почему бить своей женой это неправильно? Скажи мне. Потому что это права человека. Потому что теперь я ответил тебе с точки зрения ислама. Теперь давай посмотрим на твою точку зрения. Это неправильно. Почему? Это неправильно, потому что вы вырядите кому-то физически. И что с того? Потому что у тебя нет прав на этого человека. Кто сказал? Кто это сказал? Ну, как бы... Да. Ну, как бы базовый человеческий разум. Но так говорит только твой разум. Почему я должен? Мы ведь не животные, в конце концов. Нет, на самом деле, как атеистка, ты должна верить, что ты животное. Потому что эволюция говорит, что ты произошла от рыбы. Я не атеистка, я агностик. Да, я рассуждаю с твоей точки зрения. Если кто-то агностик, он должен принять то, что говорит наука. Ты должна верить, что ты рыба, которая начала ходить, и у тебя есть предки с обезьяной. Это то, что верят атеисты, верно? И поэтому они действительно верят, что они животные. Ты знаешь, на Западе, в научном сообществе, они верят, что ты животное. Да, я знаю. Я изучал теорию эволюции. Хорошо. Если ты изучал эти вещи, ты должна знать, что ты не можешь сказать, что ты не животное. Потому что с этой точки зрения ты идентифицируешься как животное. Поэтому если ты животное, согласно атеистическому научному мировоззрению, тогда да, ты должна вести себя как животное. Но ты все еще не дала мне ответа. Твой разум говорит, что это плохо. Но что, если мой разум говорит, что это хорошо? Почему я должен слушать твой разум? Потому что, как общество, мы зашли так далеко, мы установили, что вы не можете вредить. Но в некоторых обществах это дозволено делать. К примеру, в Африке и других местах. Для меня это довольно очевидно, что ты не можешь вредить кому-то другому. Например, Почему это так? Почему это очевидно? Это либеральный принцип, который произошел от Джона Стюарта Милла, где он сказал, что ты волен делать все, что хочешь, если не причиняешь вреда. На тебя повлияла либеральная повестка. Но почему я должен следовать либеральным принципам? Ведь я не согласен с либерализмом. Потому что иначе общество не выживет. Если я буду делать все, что хочу, и ты будешь делать все, что хочешь... Ты знаешь уровень физического насилия, который происходит здесь, на Западе? И общество выживает. Я знаю. Так что то, что ты говоришь, это неверно. Ведь общество выживает. Да, оно выживает, но как бы... Посмотри, как мы живем. Это не очень... Как бы объяснить это... Я не знаю. Как бы не очень хорошее место, чтобы жить. Ты понимаешь, как будто... Но это субъективно. Может быть, я доволен миром, в котором я живу. Может быть, он мне нравится. Может быть, тебе не нравится, а мне нравится. Но я не знаю. Как не мусульманка, который может получить что угодно. Ну, это как бы... Извини, что я перебила тебя. Но мне кажется, ты говоришь, что у тебя не может быть морали, если ты не религиозен. Но это не так. Нет, я говорю, что у тебя не может быть объективной морали, если ты не религиозен. Потому что все, что ты можешь определить, это субъективно. Ты лишь можешь сказать, что правильно и неправильно согласно тебе. Но то, что ты пытаешься сделать, это навязать свои субъективные мнения другим людям. Чтобы ты могла навязать свою субъективную мораль другим людям. Сначала тебе нужно доказать, почему нам нужно принять твою субъективную мораль как объективную мораль для всех. И без Творца или Бога ты не можешь сделать этого. Почему мы можем сделать это с Богом? Потому что Бог вне нас. Поэтому мы можем сказать, что это объективно. Потому что это не твое субъективное мнение и не мое или кого-либо еще. Но как атеист или агностик, или кто-то, кто не религиозен, кто не следует религиозным писаниям, ты не можешь иметь то, что мы называем объективной моралью. Поэтому проблема заключается не только в том, чтобы убить свою жену, но буквально даже убить свою жену или сделать даже больше этого, С этой точки зрения ты не можешь доказать, что эта конкретная вещь объективно неправильна. Ты лишь можешь сказать «Я думаю, что это неправильно». Но кто-то может сказать «Мне плевать, что ты думаешь». «Я думаю, что это нормально для меня». Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Я думаю, что как мы выросли и то, как сейчас живёт общество, это общеизвестно, что ты не можешь вредить кому-то. Я уже сказал тебе, это либерализм. Где ты живёшь? Ты живёшь на Западе? Во Франции? Нет, я живу в Северной Африке. Северная Африка. Хорошо. В некоторых частях мира прямо сейчас они находятся под влиянием либеральной идеологии. Либеральная идеология говорит, что ты можешь делать всё, что хочешь, пока не вредишь кому-то. Хорошо, позволь мне помочь себе. Является ли вред или боль единственным способом сказать, что что-то неправильно? Является ли вред... Хорошо, это... Подумай, прежде чем ответить. Подумай. Ну, как ты определяешь правильное от неправильного? Является ли вред или боль единственным способом? Нет, очевидно, нет. Тогда что ещё? Что ещё? Как ты определяешь правильное от неправильного как агностик? Ну, я не знаю, я чувствую, что если это не причиняет вред кому-то ещё, тогда это нормально. Хорошо, такой пример. Вступать в половую связь с родным братом – это нормально? О, ты собираешься говорить о бенцесте? Большое спасибо. Ладно, почему это неправильно? Скажи мне. Ты используешь контрацепцию, у тебя не будет детей. Почему это неправильно? Это неправильно, потому что... Ну, я не знаю, но это неправильно. Ладно, хорошо. Но с твоей точки зрения это должно быть нормально. Нет, это не так. Это аморально. Почему? Именно. Знаешь, почему? Потому что Бог определил, что это аморально. Это единственный аргумент, который ты можешь выдвинуть. Без объективной морали ты... Говори. Если это то, что сказал Бог, то почему атеистическое общество на Западе всё ещё не позволяет инцест? Ты понимаешь, что я имею в виду? Эти общества следуют религиозным законам. Ты реально думаешь, что эти общества свободны от религии? Это не так. Эти общества применяют десять заповедей в судебных законах, потому что они не могут иметь морали без религии. Они должны пользоваться религией, даже несмотря на то, что они не религиозные общества. Они используют религию для морали. Они используют Библию для определённых моральных законов. К примеру, они используют «Не убивай и не кради». Открой Конституцию Америки или Британии, и ты увидишь, что они используют библейские учения в качестве своей предпосылки. Потому что без Бога у них не может быть объективной морали. Так что это просто доказывает нашу точку зрения. Если бы религии не существовало, человечество бы вымерло. Потому что каждый будет делать то, что он хочет, и то, что он считает правильным. Даже если это убийство другого человека. Потому что это может принести ему богатство, к примеру. Если он убьёт кого-то, это может принести ему богатство, либо женщин, либо что-то ещё. Люди могут делать эти вещи без объективных моральных принципов, которые Бог дал нам. Мы просто будем делать то, что хотим. И у нас не будет общества. Да, это верно. Хорошо. Так что теперь возвращаясь. Смотри, я сделал две вещи. Я ответил тебе с рациональной точки зрения, что ислам объясняет эти вещи. И второе, я доказал тебе, что в любом случае нет альтернативы. Да. Так что без религии у тебя не может быть альтернативы. И ты не можешь задавать вопрос, почему это неправильно, почему это, почему то. Это неуместный вопрос, если ты атеист или агностик. Потому что ты изначально не можешь установить, почему что-то правильно или неправильно. У тебя должен быть объективный стандарт, которым ты можешь мерить, который ты должен доказать, что нам нужно следовать именно за ним. Чтобы мы могли определить, что правильно или неправильно. И плюс к этому, боль или страдания могут быть очень полезными для человека. Как? Могут. Например, у тебя начинает болеть зуб. Да. И из-за этой боли ты понимаешь, что у тебя есть проблемы, которые нужно решить. Поэтому ты идёшь к врачу. Твоё тело предупреждает тебя, что есть проблемы, которые нужно решить. Если ты не исправишь её, то потеряешь свой зуб. Поэтому ты идёшь к врачу, а затем решаешь проблему. И, возможно, тебе дадут определённое лекарство, которое причиняет тебе боль. Но поскольку оно помогает твоему телу, ты чувствуешь страдания. Потому что твоё тело адаптируется, а твоя иммунная система приспосабливается к лекарству, которое ты принял. И страдания. Я могу страдать, чтобы я оценил то, что я получаю. Ты знаешь, когда ты много работаешь, а потом получаешь что-то, и тогда ты ценишь это. Так что страдания, и эта идея, что всё страдание плохо, это неверно. И что жизнь должна состоять только из удовольствия, это неверно. Жизнь без страданий и трудностей, состоящая только из удовольствия, это невероятно депрессивная жизнь. Это правда. Переживать определённую борьбу и трудности, и после этой борьбы достигать вечного счастья, это нормально. Потому что ты уже прошёл через борьбу и трудности. Поэтому отправиться в рай — это хорошо, потому что ты уже прошёл через трудности. И ты знаешь противоположное. Но будучи в вечном блаженстве всё время, ты ничего не будешь ценить. Да, я согласен с этим. На самом деле, я не думаю, что если бы Бог был только милосердным, то не было бы страданий в этом мире. Я так не думаю. Да-да. Ассаляму алейкум, братья и шустры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум.